Это поле с безнадежного поля, которого мы уже поставили, грубо говоря, хрест на нем. Оно, за то, что зима была тепла, аж до старого нового года, оно набрало силу и превратилось в перспективное поле. Сменили статус безнадежных на перспективные только половина наделов агрария Виктора Белинского. В этом году он засеял азимами 2,5 тысячи гектаров. Больше тысячи из них придется пересеять. Хозяйство потерпит немалые убытки. Хоть и не привыкли, но в Харьковской области весной придется пересеять примерно 150 тысяч гектаров зерновых. Это почти треть посаженных в прошлом году культур. На сегодняшний день в Харьковской области посеяно 502,3 тысячи гектаров азимы и клина. На сегодняшний день у нас 73,7 процента. Это в хорошем и удовлетворительном состоянии азимы. Харьковскую область поставили на пятое место в стране по утраченному урожаю, говорят в Министерстве агрополитики. Сегодня первый зам главы ведомства прибыл в Харьков. Провел совещание с чиновниками и учеными, решали, как сохранить посевы. Ведь в Украине погибло почти четверть культур. Сеяли до 8,5 миллионов гектаров. И пенять тут надо не только на матушку природу. Чиновники говорят, некоторые аграрии не удобрили свои поля, некоторые засеяли семена иностранного производства. Украинский климат, заграничные сорта не выдержал. Например, не все представники бизнеса, а все керевники господарств владеют необходимым минимумом знаний. И желание разбогатить быстро приводит к тому, что мы завозим. Мы знаем сорты, используем неизвестные элементы технологии, а потом мы имеем такие результаты, как в этом году. Тем не менее, в Министерстве обещают, хлеб в этом году не подорожает. И недостатка в муке не будет. Говорят, уже заложили в госрезерв свыше миллиона тонн продовольственного зерна. В ближайшее время намерены закупить еще миллион. На это правительство даст свыше полутора миллиардов гривен. Маргарита Кузьмина, Алексей Калмыки, Евгений Педин, Медиагруппообъектив.